В Якутске сегодня работал вице-премьер России Юрий Трутнев. Полпред обсудил с руководством республики вопросы развития транспортной инфраструктуры. Также посетил территорию, опережающую развитие кангаласы и офис «Мои документы». Репортаж Розалии Борисовой. В начале дня Юрий Трутнев посетил многофункциональный центр «Мои документы». Полномочный представитель ознакомился с работой по выдаче дальневосточного гектара. Сегодня в Якутии прием заявок ведется как в режиме онлайн, так и непосредственно в офисах «Мои документы». Всего поступило около 6 тысяч заявлений, что составляет 1 треть от всех обращений в стране. Я просил населения обучать население. Вы участвовали? Да, мы участвуем активно. Сейчас мы запустили... По всем, по всем материалам? Да, сейчас мы выбрали, сделали обучающие материалы, слайды, инструкции. И наши сотрудники, которые выезжают... Мы будем рассказывать. Да, мы еще плюс 3 тысячи живых консультаций через них, через по всей республике. Плюс мы обучаем сотрудникам органов местного управления, чтобы они на местах обучали... Я, наверное, уже почти во всех субъектах Российской Федерации посмотрел, как идет работа по выделению одного гектара. Могу сказать, что ситуация в Якутии мне понравилась больше, чем в другом субъекте. Далее прошла встреча с резидентами Тур-Кангаласы. На сегодняшний день к запуску готовятся три проекта. Одна из них – компания по изготовлению котлов длительного горения. По словам резидентов, запуск производства запланирован на январь следующего года. В чем котлы работают? Котлы работают на твердом топливе, трава, уголь, брикеты. Вот, например, этот котел, он уже будет модернизированный, уже под наши климатические условия. Уже уплощение внутренней стенки, расходных материалов и с добавлением термостатической резонировки температуры, что намного упрощает его и так после котловой эксплуатации. Следующим пунктом стала круглогодичная теплица Сайюрия. На площади 2000 квадратных метров. Сегодня выращивается 1400 кустов томатов. Объект был построен с применением японских технологий. Примерно через день собирается по одному томату с одного растения. В гидропонных теплицах, как правило, быстрее выращиваются, чем в обычных, которые на грунте. Потому что тут все контролируется. Все, что необходимо растению, это дается. Юрий Трутнев отметил перспективы развития территории, опережающего развитие, в частности, в Южной Якутии. Что касается объема инвестиций, инвесторов, то Южная Якутия на старте. Я думаю, что мы с вами с уверенностью можем сказать, что до того, как снег растает в Якутии в этом году, мы уже точно будем знать параметры начала реализации Южной Якутии. Будет принято решение правительства Российской Федерации. И мы будем Южную Якутию наконец развивать. Много лет говорили, и вот в будущем году начнем развивать. Также ПОПРЕД провел совещание с правительством республики по развитию транспортной инфраструктуры. Были затронуты вопросы завершения работ по строительству железной дороги, улучшения инфраструктуры для авиационного транспорта. Розалия Борисова, Галина Погодаева, Георгий Григорьев, Милка Саха, Якутск.